лига робокап junior soccer это соревнование роботов которые играют футбол но в отличие от обычного футбола человеческого здесь роботы ездят и игра осуществляется два на два есть две подлиги и в одной из лиг роботы играют специальным инфракрасным мечом то есть они могут найти его при помощи датчиков в другой лиге роботы играют пассивным мячом это оранжевый мяч для гольфа по правилам то есть здесь уже роботам необходимо находить мяч при помощи системы видеозрения роботы в основном цилиндрические потому что ограничение на размер такое что робот должен уместиться в цилиндр диаметром 22 сантиметра никакая его часть не должна выходить за пределы этого цилиндра это в лиге lightweight то есть так называемой легкой лиги она называется легкой потому что здесь робот не может весить больше тысячи 100 грамм в лиге open уже немножко другие ограничения на вес и размер робот поменьше он должен влезть цилиндр 18 сантиметров высота его также не должна превышать 18 сантиметров а вот вес может быть 2200 грамм сделать такого робота это уже достаточно сложная задача ведь ни один стандартный конструктор или ни одна стандартная конструкция сюда не подходит то есть ребята делают конструкцию самостоятельно полностью это первая задача которым предстоит столкнуться вторая это естественно обнаружение мяча это выбор стратегии это позиционирование на поле и в зависимости от того насколько сложный алгоритм и насколько сложного продуманного и законченного робота делают ребята они будут более успешны или менее успешны на поле но здесь как в настоящем футболе игра поэтому можно помимо того что иметь очень крутых роботов например выбрать какую-то особенную стратегию например конкретному противнику предположим а сидеться в обороне или наоборот полностью идти в атаку это уже тоже естественно выбор ребят мы здесь видим роботов даже собранных из лего потому что ребята используя конструктор лего могут собрать достаточно простую но тем не менее первую модель которая позволит им познакомиться с базовыми алгоритмами однако конечно такой механики недостаточно для успешного выступления даже на региональном этапе тем более уже на российском потому что большая часть роботов здесь уже конечно собрана ребятами самостоятельно разведена электроника написана программа на низкоуровневых языках сообществе рыбака принято делиться своими решениями это очень приветствуется поэтому вы легко найдете в интернете решение всех самых успешных мировых команд и это здорово помогает командам которые только начинают посмотреть на готовое решение и прогрессировать не на протяжении там нескольких лет да а может быть за один или два года сделал довольно серьезный шаг каждый год команды ищут новые и новые возможности в ужесточившихся правилах для того чтобы быть лучше соперников там быстрее сильнее забивать больше голов находить там новые стратегии и механические решения это возможность научиться новому это практические знания по разработке электроники механики программированию ну основное основная проблема эта стабильность потому что не всегда получается сделать достаточно качественную конструкцию проработать все нюансы в программе робота поэтому каждый год мы пытаемся улучшить стабильность и сделать все намного лучше понятное дело что каждый хочет победить поэтому соперники остаются соперниками но тем не менее мы обмениваемся опытом подсмотрим друг друга какие-то новые моменты и делимся впечатлениями в лиге open решаются более сложные задачи потому что здесь пассивный мяч и безусловно не обойтись без технического зрения то есть по зрению здесь большинство команд и позиционируется и ищет мяч и ищет даже противников порой используя именно техническое зрение ребята начинают с лиги lightweight потому что она немножечко попроще а потом практически все переходят в лигу open потому что задачи которые там ставится безусловно сложнее и как следствие интереснее а Субтитры подогнал «Симон»